Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. До 13 возросло число жертв крушения кабины фуникулера на севере Италии. Инцидент произошел на канатной дороге в курортном городке Стреза. По данным местных властей, кабина упала за 300 метров до вершины. Внутри находились 15 пассажиров. Двух серьезно пострадавших детей доставили в больницу Турина. На месте трагедии работают спасатели. Трагедия. Обернулся 100-километровый забег по пересеченной местности в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. 21 участник гонки погиб из-за внезапного ухудшения погоды в горах. Подробности происшествия в нашем материале. Забег начался в ландшафтном парке Хуанхэши-Линь в окрестностях города Баинь. 172 марафонцы вышли на старт трассы, пролегающей по ущелью, склонам гор и засушливому плато. Однако в полдень на высокогорном участке погода резко ухудшилась. Начался град и подусильный ветер. Из-за недомогания участники начали сходить с дистанции. После того, как некоторые из них пропали без вести, гонку остановили. Причиной инцидента стало внезапное изменение погоды. При администрации провинции Ганьсу создана группа по расследованию дальнейших причин этого происшествия. Власти отправили на поиски около тысячи спасателей со специальным снаряжением, так как поиски пропавших проходили ночью и в труднодоступной местности. В ходе операции были обнаружены тела 21 спортсмена, по предварительной информации погибших от переохлаждения. По данным СМИ, марафонцы знали о приближающемся дожде, но не ожидали столь резкого похолодания. Как организаторы марафона мы испытываем глубокое чувство вины. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Мы извлечем уроки из инцидента и сделаем все возможное, чтобы выяснить причины произошедшего. Спустя почти сутки поисковая операция закончилась. Официальные лица сообщили, что все участники забега найдены. Восемь пострадавших доставили в больницу. Жизнь остальных участников ничего не угрожает. Амир Хайдаров, Хабар-24. В Грузии, куда часто летают отдыхать казахстанцы, всеми силами пытаются реанимировать туризм. В 2020-м из-за коронакризиса его доля в экономике страны сократилась на 90%. Что важно знать тем, кто планирует отправиться на грузинские курорты этим летом, знает Юлия Тужилкина. В Грузии все силы брошены на спасение экономики. С этой недели ослабили ковид-ограничения. Теперь рестораны с открытой террасой могут работать и по выходным. А комендантский час начинается не в 9, а в 11 вечера. Как один из шагов к открытию страны и привлечению международных гостей – массовая вакцинация работников сферы туризма. А по итогам вакцинации туристические объекты получат статус безопасного, а также рекламу на международном уровне. Ну а пока гостиницы работают с учетом всех регуляций – маски, дистанция, ПЦР-тесты для гостей или паспорта о вакцинации. В прошлом году нам пришлось закрыться, а сейчас работаем уже месяц. У нас 52 номера, но заселено пока только 10 из них. В последние дни количество приезжающих увеличилось. Растет и число желающих приехать. У нас появились в Роне как на этот, так и на следующий месяц. В основном приезжают туристы из России, Казахстана и Украины. Грузинская воздушная граница открыта с марта. За первые 4 месяца страну посетили 220 тысяч зарубежных туристов, что на 90% меньше показателей 2019 года. Однако лучше по сравнению с прошлым. Туристическая сфера не сдается. Уже открылись гостиницы, рестораны, турфирмы. А в старой исторической части Тбилиси наконец стало оживленно. Алия Айбекова приехала из Казахстана с ковид-паспортом. Говорит, что с ним сегодня выгоднее путешествовать. Не нужно тратиться на многократное ПЦР-тестирование. И получается, когда мы границу уже проходили, уже они спрашивали, если у тебя ПЦР-тест... На самом деле, когда у тебя паспорт, тебе не требуется ПЦР-тест. Преимущество? Преимущество это то, что ты на все границы можешь проходить с этим паспортом. И, конечно же, минимализируешь свои затраты на ПЦР-тест. Потому что у меня подруга, которая рядом со мной тоже путешествует, она по 15 тысяч сдаёт через три дня, когда в Грузии прибывает. Вот 15 тысяч, она получила такие тесты. В Грузии с тоской вспоминают рекордный для туризма 2019 год, когда количество международных путешественников превысило 9 миллионов, а доходы от отрасли составили больше 3 миллиардов долларов. Сейчас, с учётом кампании вакцинации и ослаблением ограничительных мер, у страны есть план достичь 25% от показателей позапрошлого года. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмидашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Паспорт вакцинации либо отрицательный тест на ковид потребуется тем, кто собирается отдохнуть на курортах Восточного Казахстана. Главный санитарный врач региона разрешил их посещение с соблюдением определенных правил. Речь идёт о термометрии, масочном режиме и социальной дистанции. Тем, кто привился или имеет на руках актуальную справку ПЦР, с 1 июня можно посещать гостиницы, кемпинги, туристские базы и другие объекты. Ашик в скором времени появится в приложении «Егоф Мобайл». Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Также система заработает в мобильных приложениях двух банков «Каспий» и «Халык». Это, по словам Багдата Мусина, поможет избежать частых технических сбоев. Напомню, владельцы кнопочных телефонов могут посещать заведения, работающие по Ашик, показав удостоверение личности и продиктовав ИИН. И сегодня же разработчик Ашик Виталий Пустовойтенко рассказал о Фейсбуке, о завершении работы над приложением и дальнейших планах. По его словам, Ашик официально передан государству. К настоящему времени его скачали и используют больше 1 миллиона 700 тысяч пользователей. Ежедневно приложение пресекает около сотни попыток инфицированных граждан посетить общественные места. Сейчас разработчик Ашик работает над другими проектами, призванными также облегчить жизнь казахстанцам. Один из них связан с цифровизацией сферы ЖКХ, второй – образовательный. Купальный сезон в Актюбинской области официально может так и не открыться. Зоны отдыха, конечно, готовятся принять жители, но все может измениться из-за коронавируса, точнее санитарных ограничений. Все зависит от зон, в которых находятся регионы. Репортаж Натальи Стольковой. В прошлом году из-за сложной эпид-обстановки все пляжи были закрыты. В этом году их открытие также под вопросом, как говорят санитарные врачи. Все будет зависеть от эпид-ситуации. Но в регионе все же начали подготовку к купальному сезону. В течение нескольких дней водолазы обследовали дно водоемов. Теперь дело за санитарными врачами. Специалисты берут пробы воды и почвы вблизи рек, а также проверяют соблюдение необходимых норм при открытии мест отдыха. Если в дальнейшем мы не будем в красной зоне, и если постановлением главного государственного санитарного врача будет урегулирован вопрос насчет работы пляжей, конечно, тогда мы рассмотрим вопрос насчет работы пляжей. Наряду с санитарными нормами на особом контроле безопасность отдыхающих. Купальный сезон еще не начался, а в области утонули уже 6 человек, трое из них дети. Поэтому, не дожидаясь официального открытия пляжей, вблизи водоемов проводят рейды. В них участвуют пешие авто и конные патрули. У нас все конные патрули разделены по пляжам. Предупреждают граждан, что в состоянии алкогольного опьянения нельзя купаться, чтобы детей без присмотра не оставляли и вообще общий общественный правопорядок сохранить. Во время купального сезона в ежедневных рейдах будут задействованы от 150 до 200 человек. Вместе со спасателями и полицейскими патрулировать водоемы выйдут волонтеры и учителя. Но сначала их самих научат оказывать помощь терпящим бедствия на воде. В этом году мы привлекаем 70 учителей основанного мужского пола. То есть это будут физруки и военноруки. Учителя чем нам помогают? Тем, что они своих учеников, можно сказать, что они будут контролировать. С другой стороны будут изучать местность как раз этих водоемов, чтобы своих детей предупреждать. Спасатели говорят, что большинство несчастных случаев на воде происходит в местах запрещенных для купания. Поэтому рекомендуют посещать только специально оборудованные пляжи. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Актубе, Хабар-24. Димашу Кудайбергену сегодня исполнилось 27. Вместе с кумиром его день рождения празднуют и тысячи фанатов из разных стран. Они посвящают музыканту трогательные публикации в интернете, стихотворения и музыкальные композиции. Свои теплые пожелания имениннику адресовали и алматинские поклонники. В свои 27 Димаш достиг небывалых высот. Сегодня перед его талантом поклоняется весь мир. Поцелованный богом, так фанаты отзываются о молодом казахском певце. Впервые так громко о нем заговорили в 2017 году, когда Димаш принял участие в популярном телевизионном шоу в Китае «Синга». Тогда он занял второе место в конкурсе, а все его выступления вызвали у зрителей шквал эмоций. Всего за несколько месяцев Димаш Кудайберген стал любимцем многомиллионной публики. Всюду его сопровождали толпу поклонников. И все концерты с участием кумира преданные фанаты старались не пропускать, следуя за ним по всему миру. Шулпан Табаева – одна из них. Пенсионерка из Алматы побывала на концертах Димаша в Америке, Англии, Китае, России. И даже создала фан-клуб «Димаш Салем» в социальных сетях, в котором больше 30 тысяч подписчиков из разных стран. Рассказываем каждый день практически о том, что происходит в жизни Димаша. Пишем комментарии в соцсетях, в том же Ютубе. Знакомим мир не только с тем, что творится в творческой жизни Димаша, но также и с Казахстаном, с казахской культурой. Самым счастливым днём Шулпан Табаева считает день, когда она встретилась со своим кумиром вживую. Ей даже удалось с ним поговорить. Пожалуй, это мечта любого фаната. Во-первых, он очень простой. Он в жизни даже немножко застенчивый. Он очень-очень такой, чуткий. То есть вот он смотрит, он когда разговаривает, он всегда смотрит человеку в глаза. И всегда просто очень тонко чувствует настроение, о чём человек думает. Очень красивый. Свои искренние пожелания в день рождения Димаша желает другая участница фан-клуба Шекера Жуносова. Любовь к творчеству молодого певца у неё появилась шесть лет назад. Уже тогда она верила, что его ждёт великое будущее. Самая главная мечта у Димаша есть – это получить приз один мировой, самый высокий в музыкальном мире. Я вот желаю, чтобы он получил эту заветную Грэмми. Он всё делает для того, чтобы её получить. Он, конечно, достоин всех музыкальных призов всяких. Но он молодой ещё. Я думаю, что у него всё впереди. Сейчас существует больше 200 фан-клубов Димаша Кудайбергена в 150 странах мира. Статистика меняется постоянно. И сегодня в день рождения кумира все тёплые слова и пожелания посвящены только ему. С днём рождения, Димаш! Уникальные технологии обработки дерева, кожи и драгоценных металлов, собранные в книге, которая в этом году выйдет в свет. Автор этнографических этюдов, известный в Алматинской области, мастер прикладного искусства Даркимбай Шокпарулы. Сборник выпустят к его юбилею. Мастеру исполнилось бы 75. В его книге можно найти уникальные способы литья и изготовления предметов быта и национального ювелирного искусства. Здесь же читателям будут представлены и стихи метро. Жизнь Даркимбая Шокпарулы оборвалась в 59 лет. Если всё сложится хорошо и эпидобстановка будет благополучной, планируем организовать концерт, провести мастер-классы по обучению тонкостям народного прикладного искусства. Это будет хорошим опытом для начинающих молодых ремесленников. Ещё на один шаг ближе к космическому туризму американская компания Virgin Galactic провела третий испытательный полёт космического корабля Unity с двумя пилотами на борту. Он стартовал с космодрома Америка в штате Нью-Мексико. Космический аппарат достиг высоты 13 тысяч метров, а затем без происшествий вернулся на Землю. Как сообщили разработчики, компания вплотную приблизилась к реализации программы космического туризма. На её сайте уже можно бронировать билеты на космические полёты стоимостью около 250 тысяч долларов каждый. Всего за один полёт корабль может привозить до шести пассажиров и двух пилотов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова